Здесь мы находимся в пункте приема заявлений, где будут территориальные комиссии Новосавеновского и Авиастроительного района. Непосредственно здесь сидят наши операторы, девочки, которые будут принимать заявления наших избирателей по месту нахождения. В заявлении мы указываем обязательно место подачи заявления, конечно же, место нахождения гражданина на момент голосования. Его персональные данные, паспортные указываем, также графы все заполняются строго, без ошибок. Желательно, конечно, все это с машиночитаемым кодом используем, но если гражданин пожелает, может написать собственноручное заявление. Также указываются паспортные данные гражданина, время подачи заявлений и дата подачи. В этом заявлении он расписывается. Далее заполняется отрывной эталон, в котором указывается также место подачи заявления, место участковой избирательной комиссии, нахождение участковой избирательной комиссии, адрес и номер избирательного участка, где он будет голосовать. В отрывном эталоне специалист, который принял заявление, расписывается, указывается его фамилия, имя, отчество и дата принятия заявления. Обязательно приставляется печать, после чего отрывной талон отрывается, отдается избирателю. После этого мы ждем избирателя на избирательном участке 18 марта. Каждая избирательная кампания имеет свои особенности. Эта кампания действительно особенная, потому что мы выбираем главу нашего государства, президента Российской Федерации. Новацией этой избирательной кампании было именно создание пунктов приема заявлений. Что это такое? То есть каждый избиратель, который будет находиться по месту пребывания, а это какая категория лиц? Например, студенты, лица, которые работают в другом городе. Мы же все прекрасно знаем, что каждый избиратель включается в список по месту жительства. Место жительства у нас определяется регистрацией. Мы отдаем отчет и понимаем, что огромная категория избирателей действительно в день выборов будет находиться вне места своего жительства, а по месту пребывания. Я уже определила, какие. И вот чтобы у нас не выпала эта категория избирателей, действительно было введено изменения в законодательство, и были созданы пункты приема заявлений по месту нахождения избирателей. Они начинают работать с сегодняшнего дня. Пункты приема создаются при территориальных комиссиях с 31 января по 12 марта в многофункциональных центрах и по системе госуслуг. То есть каждый подобный избиратель может подать это заявление. Прием заявлений в пунктах приема заявлений при территориальных комиссиях должен производиться не менее четырех часов. В Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан был утвержден режим работы подобных пунктов. То есть мы начинаем работать с 16 до 20 часов, чтобы это было удобно нашим избирателям. Многофункциональные центры, конечно, будут, наверное, работать немножечко по другому режиму, так как они работают. Уже сегодня они начали принимать заявление с 9 утра. Ну, сегодня вот сейчас сколько времени? 15.36. Мы действительно посмотрим, будут ли у нас заявления. Если избиратель придет раньше, конечно, мы не откажем. Мы примем и до 16 часов. Каждый гражданин имеет право подать подобное заявление один раз. Он приходит к нам своим документом, удостоверяющим личность. В пункте приема заявления установлена специальная система. Там у нас сидят наши либо сотрудники территориальной комиссии, либо лица, привлеченные по гражданско-правовым договорам, так называемые операторы. Они проверяют документ, выясняют, где в день выборов 18 марта будет находиться избиратель. Заполняется заявление. Заявление можно заполнить как машиночитаемым способом, так и в рукописном. Заявление содержит две части — основную и так называемый отрывной талон. Основная часть будет содержать все анкетные данные, фамилии, имя, отчество, год рождения, и где наш избиратель будет находиться в день выборов, и где он желает проголосовать. Для этого есть информационно-поисковая система. Он прекрасно может сказать, что я буду в день выборов находиться в Москве, по такой-то улице я буду там проживать. И вот поисковая система, можно найти и через сайт, определит, какой участок будет находиться в Москве ближе к нему. Все это заполняется отрывной талон, мы выдаем ему, когда мы все уже проверяем, заполняем заявление, вносим. Отрывной талон подписывается членом территориальной комиссии, которая принимает заявление, и выдает нашему избирателю. Заверяется все печатью. И вот с этим отрывным талоном и паспортом он может 18 числа, в день выборов, подойти на тот участок, где он будет находиться, где он желает проголосовать. И чем это удобно, он может подать это заявление не привязанно ни к месту жительства, а по месту нахождения в любую территориальную комиссию, а с 25 февраля в любую участковую комиссию. То есть это действительно очень удобно. Данная система, она уже была опробирована в каких-то регионах, вот на предстоящих выборах, и говорят, что это действительно очень удобно. Ну а как это будет, покажет время. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ.